Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер, а там Оля кушает хот-дог. Давай, давай! Говорил, давай я доем, тогда будешь снимать меня. Ну всё, давай, показывай всем, как ты ешь. Доедай уже. С первого дня, когда я купил мотоцикл, вы мне пишите в комментариях, Серёга, го, в какое-то мото-путешествие. В общем, ребята, сейчас у нас будет небольшое мото-путешествие. Сейчас мы, короче, едем километра 40 до Бердищева. Там мы приезжаем к Оленому папе и вместе с ним едем на реку Днестр. Это ещё от Бердищева, потом будет километров 250. Короче, мы едем в одну сторону 300 километров, а через дня 3-4 вернёмся 300 километров. В общем, это видео, надеюсь, будет длинное, потому что вы любите, когда ролики длинные. Я тоже люблю, ну, когда не мачу снимать, так что не могу я родить просто 30 минут такого, знаете, как я называю, высера. Блин, надо проживать. Очень красивое было. Нет, ну реально, ну говорю как есть. Вот, ребят, не мачу снимать? Вот я не хочу всякое говно снимать. Я, конечно, могу, знаете, вот прицепить камеру на лоб и как видеорегистратор ходить, снимать 24 часа в сутки. Но кто это дерьмо смотреть будет? Короче, смотрите, какой у меня замурзанный мотоцикл. Не мешало бы его, наверное, уже помыть. Потому что вчера, позавчера там были дожди, я по лужам ездил. Короче, всё, мы уже опаздываем, садимся и едем. Доброе-доброе всем утро. Проехал я вчера на своём полу-эндуро-полутуристе 250 километров. В общем, сюда приехали, уже было темно, я не снимал, как я ехал, потому что я никак не могу присобачить себе где-то на шлем камеру, потому что нужно купить какие-то крепления специальные для шлема. Я что-то вроде, ну, как обычно люди на работу не хожу, но не могу найти для этого времени. В общем, вот тут мы расположились, вот та маленькая такая оранжевая палаточка, это наша с Олей. Короче, ребят, вот тут большие-большие холмы такие разные, там, ну, короче, здесь такая слегка горная местность. И недавно здесь был дождь, и в одном месте там было адское болото. И вчера я ехал в темноте, соответственно, я этого всё не снимал, и там было такое болото. Меня так носило, мне просто заднее колесо вот так уж в бок выносило, я просто аж боком скользил. Короче, скользил, 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 упал, и, короче, согнул в мотоцикле ножку для переключения передач. Передачи вроде у меня ещё переключаются, но ножка всё равно согнута. И ещё у меня почти закончился бензин, и сейчас мы с Олей поедем на заправку, я вам, в принципе, покажу, через какие ебеня мы здесь ночью ездили. Ребята, смотрите, насколько грязный у меня стал мотоцикл. А вот моя ножка переключения передач, видите, как она согнулась. Я думаю, это не суперестественное для неё какое-то состояние. Ещё смотрите, какой у меня прикид. Куртка и вот такие бирюзовые тапочки. И сейчас мы в таком виде поедем в село, чтобы заправиться. Короче, ребята, Олю я выгрузил, отдал ей шлем, всё-таки рискнул своим здоровьем, без шлема тут еду. И сейчас я вам покажу, короче, именно вот в этом болоте я вчера упал и согнул себе ножку. Короче, поехали. Вот, походу, видите, ребят, вот это колопейце, я её буду называть, короче, именно вот здесь я где-то и навернулся. Короче, с нами ещё ехало две машины, одна из них буксовала здесь. Или вот здесь в лужу я упал, я уже точно не помню. Всё. Ждём Олю. И вот сейчас впереди начнутся крутые горки. Каким множеством весёлых, что такое карточка, здесь не слышали. К счастью, нам удалось на заправке рассчитаться карточкой. Смотрите, ребята, какой у меня прикид. Красавчик. Здесь такая, знаете, брутальная курточка, а тут бац, такие бирюзовые тапочки с грязными ногами. Вот, кстати, мой волдырь. Это я вчера об двигатель опёкся. Сейчас, короче, доедаем мороженое. Ещё нам сказали купить бочку на 40 литров. Мы сейчас едем, я везу Олю, и у нас бочка на 40 литров. Вот так вот, ребята, это всё и выглядит. Сейчас мы качаем лодку и будем на ней плавать и, наверное, учиться ловить рыбу. Я умею, я тебе покажу мастер-класс. Всё, ребята, мы вышли на воду, Оля меня катает. У нас в лодке только одна лавочка, Оля сидит на ней. Извозщица моя. А я сижу на полу. Нам дядя Серёжа дал спиннинг, вон он, короче, сзади там. И сейчас... И я буду ловить рыбу. И ты будешь ловить рыбу, я тоже буду ловить рыбу. С меня, конечно, рыбак так себе, но мы сегодня попытаемся словить пару окунчиков. Идём сейчас исследуем этот камень. Вдруг ты с него будешь нырять. Какой камень? Ну там, короче, ребята, есть камень. И сейчас мы к нему поплывём. Сейчас пойдём поближе быть, верно. Приплыли мы, ребята, к такому камню. И Оля хочет, чтобы я с него прыгнул в воду. И мы решили с помощью нашего якоря, это такая металлическая штука на верёвке, проверить, какая же здесь глубина. Всё. Итак, меряем нашу глубину. Один попугай. О, попугая. Попугай сейчас в воде не был. Три попугая. Ого, ну не так уж и мало. Короче, тут не так уж и глубоко. Снимай меня. Здесь не так уж и глубоко. Ну, для прыжка, я думаю, достаточно. Не так уж и мелко. Прыгнешь со мной? Нееет, я даже не залезу. Почему? Ну, а я обдеру ещё. Вот такой вот камень. Честно, ребят, мне как-то лень. Я сейчас вот так. У меня Оля катает на лодке, мне так расслабило здесь. Мне как-то даже не хочется туда залазить. Мне так расслабило. Чё, поплыли где-то на серединку, покидаешь удочку, мужок, какую-то ребёшку словишь. Да, это ключ уже отсловит. Поплыли. В смысле, ну и что? Давай я тебе сейчас скину воду будет, ну и что? Ты же в мокром сидишь и так. Ты сейчас тоже будешь мокрой. Я и так сидела в луже. У меня мокрые трусы. Ну так ты в трусах сидела, а я в шортах. Так они же мокрые. Давай я тебя в воду скину и скажу, мы же всё равно в воде. Причём тут вода, у меня волосы сухие. Я так к логике, ну и что? У тебя же шорты мокрые, ты их на мокрые трусы одел и сидишь сейчас в луже. Они были влажные, а если я бы туда сел, там реально лужа. Ну я вижу, у тебя под жопой вода. Ну я когда садился сюда, здесь было сухо, я не знал, что тут вода. А ты мне целенаправленно говорила садиться жопой в лужу. Оля сегодня какая-то злая, не в настроении, немножко всё время кидается на меня. Сидит рыбачка, ловит рыбу. Не, попросила, сам на меня наехал. Ничего я на тебя не наехал. Мне говорят всем, что я злая. Не, ну ты какая-то не знаю, заставляешь меня жопой в лужу садиться. Ты сказал мне, сядь сама в лужу. Ну так что ты мне предлагаешь жопой в лужу садиться? Попросила просто на лавочку, вот сними, где ты сидишь. Ну я садился, там сухо было. Ну уже не сухо. Уже не сухо, но там было изначально сухо. А ты мне говорила в лужу садиться. Короче, сижу и тут принимаю солнечные ванны. Вы это видели? Сними. Снимаю. Не, руками. Не хочу. Покажи свою рыбку, покажи. Ай-яй-яй, сейчас ещё меня поймаешь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну только что три, один сорвался. Ну-ну-ну, тихо. Папа нам ведро не дал. Ой, ты хочешь меня этим крючком третьим поймать ещё раз? Можешь снять их? Да, могу. Ты можешь как-то убрать их чуть-чуть от меня? Папа, ты видел? Вы видели, ребят? Второй раз закинула. Может, этого маленького отпустим? Мой молодой. А ну ладно. Ладно, на тараньку пойдёт. Ну чё, покажи хоть, как ты закидываешь. Давай. А то ты начала ловить рыбу и не захотела показывать. Я просто ещё не пристрелялась. Не пристрелялась. Давай, непристрелялась. Расскажи что-то зрителям про то, как ты вообще ловишь рыбу. Закидываю. Раньше я закидывала спиннинг миллион раз. Но ни разу ничего во мне не попадалось. Стой. А! Туда же бросай. Хорошо. А тут второй раз закинула. Тут место, наверное, такое. Ну чё, давай. Так. Сейчас главное тебе за ухо не зацепить. Оля, походу, опять что-то поймала. Сорвался. Сорвался. Сорвался, но тысячи людей были свидетелями, что ты опять поймала рыбёшку. Я ещё ни разу не забрасывал, но мне кажется, если я заброшу, я ничего не поймаю. Да нет, ты что? Мы даже когда в Харькове с тобой рыбу ловили, то мы когда форель тягали, то у тебя и то больше получалось, чем у меня. У меня постоянно либо срывалось, либо вообще не клевало. Сейчас. Ну чё, тяни. Тут место просто такое. Давай, тяни. Папа, пришли нам тоже пиво. Заказ принят. Заказ принят. В общем, всё, ребята, сейчас буду я бросать и, как всегда, наверное, ни с чего не вытяну. Ещё. Ещё немножко. Давай, давай. Спасибо. Нам прислали пиво. Короче, я ничего не вытянул, бросаю ещё раз. Капец, ребята, забросил я спиннинг. Пока открывал пиво, Оля опять вытянула три окуня. Один только что отрывался. Один оторвался опять. Короче, снова два. Ловлю. Капец, это я закинул. Я должен был их поймать, ребята. Серёжа закинул, мне передал. Ужас. Ну, всё равно, как бы, считается, что Оля поймала. У меня честно, я признаюсь, у меня же душа джаба. Сейчас ты можешь... Потому что я хочу поймать хоть одну рыбёшку. Поймаешь, их тут куча. Так, что тут у нас? Что-то маленькое, мне кажется, что-то маленькое. Вот, как чувствовал? Закинул? Капец! Мне даже не стоит до такого вытягивать. Давай отпустим. Давай отпустим, реально, он сильно махенький. Ужас. Но зато ты словил. Блин. Через глаз словил? Не знаю. Да, он даже, короче, прикиньте, он даже не заглотнул крючок, я его за глаз поймал. Давайте этого махенька выбросим. Давай, блядный. Всё, плыви. Я, похоже, поймал ещё одного. О, так это уже поинтереснее будет. Короче, здесь, ребят, снимай меня. Ребят, здесь рыбы очень много, и практически любой может быть вот таким рыбаком, как я или Оля. Ну, Оля больше повезло. Это самая большая рыбёха. Ого, у неё зубы. Ты знаешь, что окунь это хищник? Да, я знаю, окунь это рыбак-хищник, который других рыбак кушает. Давайте ей палец врат засунем. Это не щука. Сдавил ей так брюхо, что она рот закрыть не может. Ай, ну всё, всё. Наступил, ребята, вечер. Смотрите, какой у нас за день улов. Вот это самый-самый большой такой окунь. Наступил, ребята, второй день, и возле нас тут ходит Аэст. Вон он ходит. Мы ему бросаем куски сала, он подходит, хватает их и уходит. Сейчас я хочу вот здесь установить камеру, и возле самой камеры бросить куски сала, чтобы снять крупным планом Аэста. Третий день мы уже здесь, ребята, находимся. Целыми днями мы купаемся, ловим рыбу, жрём, спим и всякое такое. И всё-таки я решил наконец-то подплыть к этому камню, залезть на него, и сейчас оттуда прыгну сюда в воду. В принципе, вроде тут как глубина есть. А Оля меня будет снимать со стороны. Ты не прыгай, ты просто не поднимаешь меня. Ты готов? Я готов. Давай. Сделай с меня отсчёт. Три, два, один. Пошёл. Столько брызгов. Здесь столько воды в нос попало, что мне кажется, целая речка прошла через минуту. Провели мы здесь, ребята, уже четыре дня. Сейчас собрали наконец-то вещи, и будем ехать назад. Я буду 250 или 300 километров ещё отбивать себе задницу. Смотрите, вон снова аисты гуляют. Они всё время, кстати, здесь ходят, и мы их подкармливаем немножко. В общем, ребят, у меня здесь не было сети, связи, интернета. И это первый, наверное, раз за несколько последних лет, что я четыре или пять дней уже не заходил в контакт. Вообще. Ты даже меня особо стремился. Вообще. Не, ну а что стремиться? Связи здесь нету, короче, я особо и не парился. За это время вот покажи, Олечка. Я научилась складывать кубик. Как ты научилась? Я тебя научил. Я научилась складывать кубик. Да, Оля очень молодец, она очень быстро всё на лету схватывала. В общем, сейчас мы уже допаковали вещи и едем. Всё, увидимся в следующем лайме.